После поражения от Нэшвилла от 0 до 4, в четвертьфинале западной конференции разозленные боссы Чикаго поставили перед генеральным менеджером Стэном Бауменом задачу сделать так, чтобы команда больше не вылетала в первом раунде Кубка Стэнли. С задачей он справился, Blackhawks точно не проиграют на этой стадии, их вообще не будет в плей-офф, впервые за 10 лет, достижения Эдмонтона последнего времени намного скромнее. Год назад нефтяники вышли в плей-офф впервые за 11 сезонов и провели его на высоком уровне, бахнули Сан-Хосе от 4 до 2 и лишь в мощной рубке со спорным судейством уступили Анахайму от 3 до 4. В этом сезоне Айлеры смогли закрепить успех, но вместо этого вернулись на исходную позицию. Без Хлебушка не то звено Патрика Кейна великолепно вне зависимости от того, кто в нем играет, хвастался главный тренер Чикаго Джоэль Кенневиль. Мнение, что Артемий Панарин зажигал исключительно из-за мастерства партнера, было широко распространено в Северной Америке, кроме того именно после появления Хлебушка команда перестала проходить первый раунд. Эти два факта сподвигли Баумена на обмен Панарина в Коламбус. За Артемия Ястребы вернули Брэндона Саада, который брал с Чикаго два кубка Стэнли. В 79 матчах Саад заработал 35-18-17 баллов, результат значительно слабее, чем в прошлом сезоне за «Блю Джекетес» 24-29. И ровно в два раза хуже, чем Панарин, русский нападающий третий сезон подряд накидал больше 70 очков. Продолжив феерить после смены клуба, он доказал, что за середняка «Чикаго» отдал топового форварда. Артемий Панарин, Коламбус, Блю Джекетес, Джетси Меджес не задался сезон и у самого Кейна. Кенни Виль никак не подберет ему подходящее звено. С начала сезона Патрик побывал во всех возможных сочетаниях. Тренеры активно использовали его как хоккеиста, с которым заиграет даже мертвый и таким образом лишились качественного звена прошлогоднего уровня. Естественным выглядит спад результативности у игрока всего 74 балла после 89-106. Год и два назад зависимость Эдмонтона от Магдавида Айлерес обожает собирать первые драфт-пики. Так в команду пришли Тейлор Холл, Наиль Якупов, Райан Ньюджент, Хопкинс и Конор Магдавид. Но топовую игру из них показал только последний, зажечь как следует в дебютном сезоне ему помешала травма, после нее он дважды подряд набрал 100 очков результативности. Магдавид – один из лучших игроков НХЛ, но в этом чемпионате тащить в одиночку невозможно. Как только замолкает канадский Некстван, грустит весь Эдмонтон, команда выиграла лишь три матча, в которых Конор не пополнял бомбардирский счет. Любой соперник в таком случае бросит основные силы на сдерживание лидера, все равно остальные нефтяники ничего не придумают. Чтобы эта тактика больше не работала, Айлерес надо слезть в зависимости от Магдавида и работать над низкими звеньями, пока не получилось. В Чикаго постарел проблема, Блэк Хокас не только в отсутствии Панарина, даже с ним ястребы не проходили дальше первого раунда плей-офф. Перед этим у них было три подряд финала конференции, два из которых переросли в кубок Стэнли. Творцы тех побед, Джонатан Пейл, Краткая Везе, Патрик Кейн, Данкан Кит и Брэнд Сибруки, неуклонно стареют. Результативность Кейна и Сибрука не растет уже три года, Тейв за 4, а Кит в этой регулярке забросил всего одну шайбу и снизил показатель полезности на 47 пунктов, минус 25 после прошлогоднего 22. Тяжелые долгосрочные контракты, которые Блэк Хокас заключили с ветеранами, не позволяют втиснуть под потолок зарплат новых топовых игроков. Вместо свежей крови клуб подписал 35-летнего Патрика Шарпа. Он принес ястребом три титула, но в Далласе заметно сдал. Подобную ошибку ранее допустили их соседи по озеру Мичиган. После двух подряд финалов в 2008 и 2009 Детройт ставил на творцов тех побед, благодаря чему сейчас проживает на Дне Востока. Из перспективной молодежи у Чикаго, разве что Алекс Дебринкетт, Ник Шмальц, Винс Хиностроза и с большой натяжкой Густа Форслинг. Достигнут ли они уровня титулованных ястребов лучшие годы? Вопрос. Но дополнительное пространство для усиления команде взять больше негде. Отсутствие у Айлерес стабильных звеньев Макдэвид Драйзайтель и Марун, Макдэвид Пакаренин и Лучич, Драйзайтель, Хайра и Пулью Ярви. Макдэвид Ньюджент, Хопкинс и Ратти. Эти и еще десяток сочетаний перебрал за сезон главный тренер Идмантона, Тодд Маклилан. Иногда казалось, что перед каждой игрой он формирует звенья при помощи Лататрона. Безусловно, если игра не идет, то перетасовка сочетаний – одно из возможных решений проблемы. Но когда это происходит на протяжении всего года, у игроков нет времени наладить химию, появление результатов ждать неоткуда. Отсюда следует и полный крах спецбригад у нефтяников. Худшая реализация большинства в лиге 14,3%. Как только у Айлерес появятся стабильные тройки, будут и стабильные победы. Вратарская проблема – Блэк Холкос, основной вратарь Чикаго. Последних пяти лет Кори Кроуфорд выбыл из строя в середине декабря, когда у команды еще были шансы на плей-офф. Мистические головокружения мешали голкиперу вернуться до конца сезона. Его место по очереди занимали Антон Форсберг, Джефф Глаз и Жан-Франсуа Беруби. Бывший вратарь Минского, Динамо и Московского «Спартака» дебютировал в НХЛ в 32 года, но с 89 лет.